Денис Андреевич, насколько критичным оказалось для российского машиностроения влияние антироссийских санкций? Есть ли отрасли, которые оказались наиболее уязвимы, и отрасли, которые практически не пострадали, а может быть даже стали лучше себя чувствовать? — За 7 месяцев 2022 года производство сельскохозяйственной техники в Российской Федерации выросло на 5% и достигло величины в 136 миллиардов рублей. — Хочу отметить, что этот рост относится к высокой базе прошлого года, когда в 2021 году мы произвели рекордный объем сельскохозяйственной техники на сумму 218 миллиардов рублей. Это ответ, насколько критичным оказалось влияние антироссийских санкций. — Какие позиции оказались в наиболее уязвимом положении? Я бы не так сформулировал вопрос, а сформулировал бы, по каким позициям как-то ощутилось влияние этих санкций. Наверное, по отдельным позициям самоходной техники действительно мы испытывали определенные трудности. То есть критичной ситуации нет, но определенные трудности были. Как они решаются сейчас? Трудности, спасав компонентов и комплектующих сельскохозяйственной техники, которые раньше закупались в недружественных, сейчас, так сказать, травмах. Как она решается? Ищут новые логистические пути поставок техники, ищут новые поставщики. В первую очередь в Российской Федерации российские производители комплектующих начинают производить то, что раньше не производили. Но также ищутся и поставщики в странах Азии, это в Индии, в Китае, что-то в Турции. Мы покупаем из комплектующих и компонентов. В других странах также обращаем внимание на локальных производителей. Поэтому вопросы сейчас решаются. Перспективы позитивные для их решения есть. Мы надеемся, что по самоходной технике, по комбайнам, в начале следующего года мы выйдем на уровень 2021 года, когда мы произвели рекордный объем комбайнов, как в штуках, так и в перечете на мощностное измерение. Просто Вы сказали об эффекте высокой базы прошлого года, и при этом на 5% увеличивается производство техники. Интересно было бы еще узнать, это все-таки в штуках или только в динамах? Нет, это считается в миллиардах рублей, потому что разные виды техники и в штуках информация ни о чем не скажет. То есть, если Вы поставите в один ряд сейлку и трактор, то и может быть сейлка, она может быть широкозахватная, может быть небольшая сейлка, так же, как и трактор, может быть небольшой, может быть сверхмощный. Поэтому, когда считается рынок с техникой в целом, то берутся, идет вечер о деньгах. Денис Андреевич, много было компаний, которые заявили о своем уходе с российского рынка. Что Вы видите сейчас по прошествии полугода? Насколько рынок освободился для наших отечественных производителей? Кто действительно ушел, а кто, может быть, обозначил, но остался? Вы знаете, понятие ухода, оно такое несколько образное, мне кажется. Я бы сказал вот так, что какие поставки и поставки какой техники сократились в наибольшей мере. Наверное, это относится больше к самоходной технике. Это тракторы, зерноуборочные комбайны. Там мы видим такое достаточно существенное сокращение поставок. Если брать прицепную технику, сельхозадаптеры, это пуги, дисковые бороны, сейлки, культиваторы, пресс-подборщики и так дальше, косилки. То тут такого снижения поставок мы не видим. И даже с учетом, опять-таки, высокой базы прошлого года, она была не только в производстве сельхозтехники, но и в импорте. Когда импорт вырос более чем на 70%. В 2021 году, по отношению к 2020 году, даже на той высокой базе, по некоторым позициям мы, опять-таки, сейчас в июле наблюдаем рост, например, по сейлкам. Импорт сейлок в Российскую Федерацию вырос на 16%. 16% или 18% точно имеет такую существенную позитивную длину. А страны-отправители этой техники сильно изменились? Нет, не поменялись. Не поменялись абсолютно. Это страны Европейского Союза, в первую очередь, и Соединенных Штатов Америки. Денис Андреевич, не могли бы Вы привести примеры российских сельхозмашиностроителей, которые перестроились в условиях антироссийских санкций? Вы уже сказали, что начали комплектующие искать на отечественном рынке. Может быть, есть какие-то яркие примеры? Ну, давайте, наверное, к этому вопросу попозже вернемся, потому что пока, вот, как-то говорить о яркости примеров, все компании перестраиваются. Это непростая работа. Вот, она требует различных производственных, технологических усилий от заводов. Поэтому сейчас такая некая перетрубация происходит. И вот, говорить об успешности, вот именно в этот период, я бы пока не стал бы. Успешность была бы выражена в том, если бы в России стали производить больше компонентов, чем раньше. Вот, и мы, соответственно, не переходили бы с поставщиков из стран Европы к поставщикам из стран Азии, если бы мы больше производили без комплектующих здесь. Кстати, для этого мы просим правительству поддержать наше предложение и предоставить возможность получения грантов, направляемых на производство специализированной техники, компонентов специализированной техники. и предусмотреть в федеральном бюджете до 26-го года субсидирование в размере не менее 10 миллиардов. Это очень помогло бы развить производство компонентной базы в Российской Федерации. Дало бы существенный толчок для ее развития. Какие компоненты в первую очередь? Ну, в первую очередь, это гидравлика, это подшипники, это коробки передач. Скажите, а кто-то из российских машиностроителей выиграл от санкций? Есть такие компании? Ну, если производство растет, то, наверное, наши отрасли все выигрывают. Если, кстати, хочу сказать, что доля российских производителей, нам не вернуть и России, за 7 месяцев составила, превысила 60%. В прошлом году, в 2021 году, доля составляла 51%. И мы видим, что в дальнейшем доля, видим такой тренд, что до конца года доля будет также расти, ну и, по крайней мере, не падать. Это будет достаточно хороший показатель, рост на 9% пунктов по сравнению с 2021 годом. Это очень существенный шаг вперед. Меня немного напугало, когда дилеры сельхозтехники сказали, ничего страшного не будет, мы начнем поставлять больше техники из Белоруссии, привезем технику из Китая, технику из Турции. И, скажите, ощущается ли давление этих стран на нашем рынке? Насколько серьезна эта угроза импорта техники из новых стран? Ну, эта угроза может быть серьезной. В части белорусской техники, я хочу сказать, что они больше 50% традиционно занимают на рынке тракторов. Тракторы из Китая занимают порядка 5, может быть, 7-10% рынка. Сейчас доля их немножко увеличивается, но это в сегменте маломощных и среднемощных тракторов. В сегменте энергонасыщенных тракторов российские производители занимают более 90% рынка. И тут я каких-то проблем с ростом не проходил, не знаю. Белоруссии, Китая не вижу. По комбайнам ситуация пока тоже достаточно стабильная. Надеемся, что она сохранится и в будущем на таком же уровне. Денис Андреевич, когда мы рассказали о спецпроекте «Сельхозтехника» нашим аграриям, мы предложили им задать какие-то вопросы экспертам. То первое, что они спросили, когда техника перестанет стоить, как космический корабль. Объясню, почему этот вопрос возник. После 24 февраля в марте доллар резко рванул вверх, он стоил 120 рублей. И, конечно, все подорожало. Но потом доллар опустился, теперь у нас главная валюта – это рубль. Спрашивают, когда подешевеет. Вы не могли бы рассказать, что происходит на рынке сельхозтехники, с чем связан рост цен? И самое главное, что будет дальше? Будут ли цены продолжать расти? Или есть какие-то механизмы, которые помогают сдерживать цены на сельхозтехнику? По поводу космических цен на российскую сельхозтехнику, имели в виду, просто не сказали на какое, или на иностранную. В любом случае, да, наша техника, конечно, в основном дешевле, чем иностранная. Но тоже дорогая, так как любая техника, сельскохозяйственная, качественная техника, она не может быть дешевой. Потому что это такие серьезные, огромные орудия, механизмы, самоходная техника, опрыскиватели, в том числе комбайны, тракторы энергонасыщенные. То есть это просто большие по своему размеру изделия, они не могут стоить дешево. И они выполняют достаточно большую работу на поле, серьезную, приносят хороший доход крестьянам. Техника не может быть дешевой. Почему техника подорожала? На самом деле подорожала не вся сихозтехника на российском рынке, производимая в Российской Федерации. Подорожали отдельные виды, отдельные модели техники. Но подорожание это было связано не с ростом курса валют, не с его волатильностью, наблюдавшейся. И даже, точнее так, в первую очередь не с этим. В основном подорожание сихозтехники, которое произошло в феврале-марте 2022 года, было обусловлено ростом цен на металл. На внутреннем рынке, который в предыдущие годы, в 2020 году, в 2021 году и в начале 2022 года вырос в полтора-три раза. А металл составляет существенную часть от себестоимости сельской техники. Самоходный, тем более прицепной, допустим, по еще вырабатывающей технике, там металл больше половины себестоимости составляет. Из-за роста цен на металл подорожало, вот представьте, металл вырос в полтора-три раза. У нас производственный цикл составляет от полугода до года. Соответственно, через полгода в себестоимости стал включаться металл, который стоит дороже в полтора на 50%, на 60%, на 70%. В два раза дороже, в три, по отдельной позиции. Вот, и из-за этого стала дорожать российская техника. Второй фактор, стали дорожать российские комплектующие, которые производятся в том числе из российского металла. И только в третью очередь уже сыграла волатильность, рост курса доллара. И это вызвало подорожание иностранных комплектующих. Вот, но это в третью очередь, не такое определяющее значение имело, на самом деле. Что будет в следующем году? Да, конечно, что дальше. Ожидаем пакет документов, проект федерального бюджета на 23-й год и плановый период, 24-25 годов. В приложении к которому есть документ, называемый прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 23-й год и на плановый период, 24-25 годов. В этом прогнозе указывается базовый вариант индекса цен производителей промышленной продукции, на который наши заводы будут ориентироваться, приориентироваться техники в следующем году. Это для того, чтобы участвовать в программе 1432, да? Это для того, чтобы участвовать в программе 1432, но и так по традиции уже складывается, что этот ценовой ориентир является ценовым ориентированием для всего рынка российской всех хостехники. Кстати, по программе 1432 в этом году надеемся на решение правительства, которое предусмотрит возможность скорректировать цены по программе. То есть сейчас вот то, что в феврале, в марте отдельные заводы подняли по отдельным моделям цены на 20%, эти модели, эта техника не может участвовать в программе 1432, потому что она выдается по ценам выше тех цен, которые зафиксированы заводом при участии в отборе именно на 22-й год. Вот мы обратились с предложением, так как рост цен был обусловлен факторами от нас независимыми, это в первую очередь рост цен на металл на внутреннем рынке в 20-м и 21-м годах. Мы обратились в правительство с просьбой рассмотреть возможность корректировки только в 22-м году цен на всех хостехнику для того, чтобы вот то, что та техника, которая подорожала, все-таки ее можно было бы продать со скидкой 10-15%. Если в этом году правительство в ближайшее время пойдет к нам на встречу, услышит наше пожелание, то техника станет дешевле на 10-15%. Как раз об этом хотела спросить, вы уже упомянули, что нужны гранты на производство комплектующих, необходимо продолжать финансирование программы 1432 и включить туда технику, на которую пришлось поднять цену выше, чем была промышленная инфляция. Какие еще меры поддержки требуются вам или, может быть, вы предполагаете, должны быть приняты для сельхозпроизводителей, чтобы они активно покупали технику, обновляли парк? Ну вот это, наверное, основное, то, что вы озвучили. Есть еще ряд мер, нами предлагаемых. Это ограничить приобретение за счет средств государственного бюджета иностранной техники. У нас есть нормы, предусматривающие, допустим, в рамках регуляции постановления 1528 приобретение российской техники, то есть той технике, которая соответствует постановлению 719, требуемые постановления 719, но это относится только к самоходной технике. Это относится к зернопорочным комбайну, к самоходным кормопорочным комбайну, к тракторам, а также к прицепам. Мы предлагаем, чтобы и к прицепам техники такая норма тоже относилась, потому что направлять средства государственного бюджета на развитие производства зарубежных производителей, мы считаем это экономически, мягко говоря, целесообразно и неэффективно. Еще одно предложение, тоже в рамках реализации постановления 1432, предусмотреть возможность предоставления субсидий в соответствии с потребностью предприятий в эти субсидии. Тут дело в чем, когда предприятия в конце года подаются документы на участие в реализации постановления 1432 в следующем году, предприятия заявляют необходимый размер субсидий. Когда все эти субсидии от всех предприятий складываются, то получается некая сумма, которая обычно больше тех средств, которые предусмотрены в федеральном бюджете, производится пропорционально снижение субсидий для всех производителей. Но при этом у Минпанторга есть информация о том объеме субсидий, который на самом деле необходим, исходя из первоначальных заявок производителей. Мы предлагаем, чтобы при первой бюджетной корректировке, то есть в следующем году, при первом нанесении изменений, при первом нанесении изменений в федеральный бюджет, эта сумма учитывалась. И сумма субсидий увеличивалась на тот объем, который был изначально заявлен производителями. Это оказывает существенное положительное влияние на производство психостехники, на выполнение положений доктрины продовольств и безопасности. И позитивно отразится на обновлении парка, на ускорении темпов обновлении парка в психостехнике Российской Федерации. По большому счету речь идет о том, чтобы больше средств выделять на программу 1432, чтобы не было секвестирования этих субсидий, да? Ну, надеемся, что больше, да, что снижение объемов производства не будет предполагаться. Вот, да. По большому счету, да, так и есть. Денис Андреевич, Вы сказали, что не нужно тратить государственные средства на поддержку производителей техники за рубежом, да? О каких мерах господдержки Вы говорите? Это что гранты, инвестиционные кредиты? Нет, нет, я вот озвучил. Это постановление 1528, это предоставление льготных инвестиционных кредитов на приобретение сельскохозяйственной техники. В соответствии с действующими нормами, эти кредиты в отношении председательной техники могут предоставляться и в отношении иностранных машин до сих пор. Плюс у нас очень много в регионах действует региональных мер поддержки, где предусматривается субсидирование закупок иностранной техники. И у нас есть компания «Росагролизинг», которая также немного, но закупает иностранную технику. Наше предложение какое? Ввести для всех этих трех механизмов норму, что приобретается либо техника, соответствующая требованию 719, то есть имеющая заключение о подтверждении производства территории Российской Федерации, либо техника иностранная, в отношении которой аналоги в Российской Федерации не производятся. Достаточно простая и понятная норма. Механизм выдачи заключения и по постановлению 719, и по постановлению 1135, это подтверждение отсутствия аналогов, они действуют, рабочие, все работает, как часики, можно сказать. Поэтому я никаких проблем с реализацией наших предложений в данной части не вижу. Денис Андреевич, последний вопрос о будущем отрасли. Как вы оцениваете перспективы спроса? Нет ли у вас ощущения, что спрос на сельхозтехнику будет падать в связи с низкими ценами на сельхозпродукцию? Или, может быть, у производителей сельхозтехники есть какие-то новые антикризисные решения, которые помогут технику продать? Ну, вы знаете, пока у нас были планы более-менее позитивные. Действительно, мы в первую очередь зависим от доходности сельхозпродуктопроизводителей. Действительно, сейчас в августе-сентябре цены находятся на достаточно низком уровне. Насколько я понимаю, это 10-10,5 тысяч рублей за тонну пшеницы третьего класса. Достаточно серьезные падения произошло в августе. Действительно, это нас насторожило. Но пока все-таки больше позитивные у нас ожидания того, что будет происходить в 2023 и в последующем годах. И надеемся, что мы будем увеличивать производство сельхозмашин в нашей стране и увеличивать поставки сельхозпредприятием. То есть, надеемся, что некая корректировка рынка ценность хозпродукции произойдет. Не идет ли речи в правительстве о новых мерах господдержки, спроса, новых лизинговых программах, больше субсидий на программу 1432? Может быть, увеличить саму ставку субсидий? Ну, насколько я знаю, по крайней мере, мы с такими продолжениями не выступаем. Ну, мы точно с такими продолжениями не выступаем. Конечно, для нас главное сейчас – это сохранить реализацию программы 1432 в 2023 году. И хочу напомнить, что Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации, поручал до 2023 года включительно ежегодно предоставлять не менее 8 миллиардов на реализацию постановления 1432. Надеемся, что его поручение при подготовке бюджета на 2023 год и плановый период 24-го года будет выполнено, и 8 миллиардов в нем будет предусмотрено. Наверное, это вот такая, наиболее существенная для нас вещь сейчас. По 1432 я хочу напомнить, что программа реализуется с 2013 года, и для сравнения, в 2013 году мы производили сельская техники на 34 миллиарда рублей, в 2021 году мы производили на 218 миллиардов рублей. Вот разница 34 и 218. Основным позитивным фактором, подъявшим вот такой существенный, шестикратно даже больше рост производства, это была реализация программы 1432. У нас более 80% техники при наличии соответствующего финансирования, более 80% техники российской реализуются на внутренней рынке по программе 1432. Допустим, в 2020 году из 150 миллиардов рублей, отгруженных на внутренний рынок техники, 120 миллиардов рублей было отгружено по программе 1432. Я думаю, что эффективность этой программы не требует доказательств. Она существовала и должна существовать дальше. Надеюсь, что так оно и есть. Хорошо. Денис Андреевич, осталось ли что-то, что Вы еще хотите добавить? Я бы хотел в конце разговора пригласить всех на нашу выставку «Агросалон-2022». Она проходит с 4 по 7 октября в Куркуз-экспо. Там будут представлены новейшие разработки и российской, и зарубежной техники. У нас из иностранных брендов, допустим, присутствуют такие компании, как «Лемкин», «Вадерштарт», «Кроны», «Хорш», также компании из Белоруссии, из Китая. В целом соотношение российской техники и иностранной техники – это порядка 50-50%. Всех будем очень рады видеть и с большим удовольствием познакомимся с последними новинками и разработками нашей техники. Приглашаем всех на нашу выставку, на наш агротехнический форум. Спасибо большое. Мы тоже присоединяемся к этому приглашению. Это интересное мероприятие. Надеемся, что люди найдут то, что им действительно нужно на выставке «Агросалон». Денис Андреевич, спасибо. До свидания. До свидания.